Маргарита Геннадьевна, у нас даже согласно официальной статистике огромное доверие было оказано КПРФ на этих выборах. Миллион людей проголосовали за партию и по спискам, и по одномандатным округам. Как, каким образом коммунистическая партия планирует защитить голоса избирателей? Какие действия планируется предпринять? Потому что волна возмущения просто невероятная по стране идет. Мы намерены защищать голоса людей. Помимо уличных акций, мы, конечно же, сейчас пишем и в генпрокуратуру, и в следственные комитеты, и в ЦИК мы пишем все письма, жалобы, прикладываем огромное количество фото и видеоматериалов. Вот сейчас, допустим, по Крыму и Севастополю могу сказать, что мы делаем обобщающий документ, в который приложим все жалобы, все видео, все фото. Это у нас был один, значит, избирательный участок, который был организован на общественной остановке. Вот, значит, под общественной остановкой сидели члены участковой избирательной комиссии и ждали людей, которые там, допустим, хотели проголосовать. У нас есть такое фото, и мы хотим вот отправить его в ЦИК и спросить Аллу Памфилову, это что уже от пеньков к общественным остановкам мы перешли, это уже считать как прогресс? И что в этой связи вот она скажет? Потому что она-то, допустим, пеньки не замечала, когда по поправкам в Конституцию люди голосовали, она говорит, какие пеньки? Ее можно было только, скажем так, подловить на том, что когда ей показали конкретный пенек и как люди на пеньке голосуют, она, ну, это единичный факт, который, собственно говоря, на результате выборов не может сказаться. Это, кстати, главная, ну, так назовем, отмазка, когда нам удается отстоять голоса людей на каком-то конкретном избирательном участке, и когда все наши жалобы, допустим, принимаются, и мы отменяем результаты голосования, нам говорят, ну да, но на конкретном участке были некоторые, скажем так, моменты, не соответствующие проведению всего, да, выборного процесса. Но, тем не менее, даже если мы отменим эти результаты, он не скажется на общей ситуации и общем проценте, да, отданном за партию власти. И мы можем сколько угодно отменять результаты, но вот власть руководствуется таким принципом, что, ну, все равно же это не повлияло на общий результат. Но, тем не менее, тем не менее, мы будем отрабатывать жалобу по каждому участку, безусловно. В данном случае я обращаюсь к нашим избирателям и хочу их попросить, что если у них оказываются фотофиксации, видеофиксации нарушений, что если они присутствовали при этом нарушении, то обязательно присылайте это на КПРФ, на наши региональные организации. Мы будем их отрабатывать и, соответственно, посылать во все инстанции, которые только возможны. Соответственно, ну, если еще раз подытожить, да, ваш вопрос и мой ответ на него, то у нас, конечно, будут уличные акции, где мы будем отстаивать на уличном фронте, скажем так, голоса наших избирателей. И, конечно же, следующий фронт – это фронт написания в следственные комитеты, в генпрокуратуру, в ЦИК, письма, где прикладываем все жалобы, все, что есть. То есть будем по максимуму, потому что… По всем фронтам. По всем фронтам, потому что мы заинтересованы в том, чтобы голоса наших избирателей были защищены, и мы приложим к этому максимум усилий. Это полный провал партии власти, потому что те 49%, которые они себе нарисовали, написали, это четверть от населения Российской Федерации, которая имеет право прийти на избирательный участок и оставить свой голос, всего лишь четверть. А если посмотреть, что в этой четверти, 20-30% – это социальные работники, это зависимые люди, это военнослужащие в Крыму и Севастополе, которые были прикреплены в воинские части для голосования, либо им специальные, значит, они брали открепительное удостоверение и их отправляли голосовать на, значит, другие избирательные участки. У нас было село, численность жителей 600 человек, так туда прикомандировали целую воинскую часть в 3000 военнослужащих. 3000 военнослужащих. И вот их на автобусах два дня привозили в это село. А так как село, ну, сами понимаем, маленькое, то и помещение для голосования тоже маленькое. И там стояла стационарная урна, которую по закону выносить никуда нельзя. Комиссия, члены комиссии не придумали ничего лучше, потому что в помещение невозможно было вместить такое огромное число военнослужащих. Они берут эту стационарную урну и выносят на улицу. Ну и вот вы себе представляете эту картину. То есть нарушение абсолютно всех норм избирательного законодательства. Эта урна стоит посреди улицы и колонна, шеренга из военнослужащих голосует. Соответственно, это провал партии власти, без сомнения, без всякого. Но что я хочу сказать, что явка на этих выборах составила 51%. То есть, к сожалению, граждане нашей страны все-таки проигнорировали, половина из них проигнорировали эти выборы, которые определяют нашу судьбу, развитие на вот эти пять лет, которые будут. Это трехдневная фальсификация, сплошная фальсификация народного волеизъявления. То, что мы наблюдали, собственно говоря, это не только по Крыму. То же самое было в Севастополе, то же самое было и на всей территории Российской Федерации. Я имею в виду материковые ее части. На самом деле то, что происходило, мы каждый раз говорим после выборов, что вот они были грязные, вот они были нечестные. Слушайте, такого запредельного вранья, такой запредельной фальсификации я еще не видела. Огромное количество надомного голосования. У нас на каждом избирательном участке надомников было 30-40%. То есть все население Крыма и Севастополя вдруг заболели. С ними что-то случилось, то есть они не могли дойти до избирательных участков. Это первый момент. У нас, конкретно могу привести, в Ялте за первый день, значит, проголосовало 20 тысяч человек. Из них 8 тысяч были надомниками. То есть это 40%. Почти половина, можно сказать. Почти половина. То же самое было в Алуште, то же самое было в Керчи, то же самое было в Симферополе. Но помимо того, что были надомники, несправедливость, фальсификации, махинации творили сами члены УИК, сами председатели. На УИК-288 в Симферополе председатель участковой избирательной комиссии самолично взяла две урны в нарушении законодательства. Она не имела права брать две урны на выносное, значит, голосование. И пошла, никого не предупредив, без всяких реестров, без всяких заявок на надомников. Она просто пошла, и мы ее с мигалками, с машинами отыскивали. Мы ее бегали за ней. Где член председателя УИК с двумя урнами для голосования? То есть это чистейшей воды, произвол чистейшей воды, беззаконие. Соответственно, она так делала два дня с двумя урнами, наверное, заходила куда-то за угол. Туда ей накидывали бюллетени. Причем, как обратили наши наблюдатели, бюллетени были сложены очень аккуратненько, одинаково. Ну, такого, в принципе, быть не может. Соответственно, следующий момент, что такое, допустим, 300 надомников, 300 людей, которые якобы голосовали в сутки на дому. Мы также подсчитали, что та же Ялта, допустим, это одна минута, две секунды тратится на человека, на то, чтобы он совершил весь процесс волеизъявления. Ну, это куром на смех. Нынешняя власть рапортует о том, что якобы международное сообщество признало эти выборы. Да ничего она не могла признать, потому что это позорище на весь белый свет, то, что сейчас происходит. Конкретно по выборам в Крыму и Севастополе. До сих пор у нас нет никаких результатов. Есть какие-то предварительные, когда мы в ночь голосования с воскресенья на понедельник смотрели и выбор, и, значит, сайты ЦИК, и телевидение, да, которое рапортовало о том, допустим, по итогам 17%, значит, подсчетов, да. Да, тот-то регион набрал столько-то, тот-то столько-то. По Крыму и Севастополю вы не услышите ни слова, как будто их не существовало, как будто это не Российская Федерация. Мы первые результаты по Крыму и Севастополю предварительные узнали только в понедельник в 9 утра. До сих пор комиссия, которая должна огласить окончательные результаты, она не может собраться. Комиссия должна была заседать в понедельник, потом все перенесли на сегодня, на вторник, и сейчас перенесено заседание комиссии на среду. То есть происходящее – это чистейшие воды в Акханале. У нас третьи сутки после дня выборов, и мы не имеем абсолютно никаких результатов по Крыму и Севастополю. Есть какие-то предварительные, есть чего-то как-то, но, тем не менее, наши товарищи сейчас в Севастополе начинают пересчитывать, подсчитывать, и уже не нашли 608 бюллетеней. Куда они девались? Где они? Как они могли испариться? Вот сейчас проверка еще не закончена, но сейчас 608 бюллетеней куда-то испарились, куда-то делись. То есть происходят какие-то очень странные события. Поэтому я понимаю, почему комиссия не дает окончательных результатов, потому что они там все на ушах стоят, бегают, и им нужно выдать хороший результат, а хорошего результата как бы-то и не получается. И это при том, при всем, что в Крыму и Севастополе были КАИБы. То есть там не ручной подсчет был бюллетеней. КАИБы, казалось бы, загрузил, и тебе должна бумажка сразу всю систему подсчитать. У нас же цифровая экономика, мы же стремимся быть как на Западе, так почему же результатов до сих пор нет, в чем проблема? В Севастополе также было электронное дистанционное голосование. Это еще один метод фальсификации этих выборов. У нас, допустим, на одномандатном округе Парфенов проиграл исключительно и благодаря тому, что ему насыпали плюс 30 тысяч голосов по дистанционному образованию. Представляете, 30 тысяч голосов, когда все поняли, что он побеждает, а он реально побеждал Певцова, несмотря на его известность и популярность. Вот насыпали с неба голосов, и все, соответственно, наш кандидат якобы проиграл. Хотя, конечно, мы не признаем результат, и мы не признаем тот результат, который пишется. А он пишется от руки. Им Кремль поставил задачу обеспечить нужный результат, на что сейчас весь административный ресурс и, собственно говоря, работает. Но помимо надомников, это вот самое основное такое нарушение, которое мы можем констатировать, не только в Крыму и Севастополе, это было на всей материковой России. Надомники обеспечили победу Единой России. Конечно же, еще была абсолютно ужасная работа комиссий, которые ничего не делали, ни реестры не заполняли, ни журналы избирателей не заполняли. Мы когда приходили на избирательные участки и спрашивали, покажите нам реестр выездного заседания, а какой реестр? И члены комиссии начинали от нас разбегаться во все стороны. Причем мы им говорим, вы куда? У нас есть закон о выборах, закон, значит, конституция, согласно которой вы должны действовать. Они говорят, нет, нам федеральный закон и ваша конституция не указ, у нас есть куратор сверху. У меня даже есть такая видеозапись, где председатель комиссии сказал, на что мне закон, у меня есть куратор сверху. Маргарита Геннадьевна, в этой связи, когда вы описываете такие ситуации, когда приходилось за руководителями комиссии участковых ездить, догонять их как-то иные, какие-то нарушения на участках, у нас полиция в полном составе уже самоустранилась, что вообще в этих ситуациях, как они себя ведут? Полиция самоустранилась, она сказала, что это не ее дело, что она в выборном процессе ничего не получает и, ну, как болванчики они там стояли, если честно, не в обиду, скажем так, будет сказано честным и справедливым товарищам из правоохранительных органов, но большинство, конечно, к сожалению, в ИАХ покрывает всю ту несправедливость, все то преступление, которое совершается на наших глазах, потому что то, что совершают члены участковых избирательных комиссий, это преступление, оно карается уголовными сроками до 10 лет лишения свободы на минуточку. Ну, а вот сами члены комиссии понимают, что они совершают уголовное преступление своими действиями? Кураторы им этого не объясняют, вот в чем проблема. То есть их нацеливают на обеспечение нужного результата партии власти, а, конечно, о последствиях фальсификации и махинации их не предупреждают. Но я хочу сказать, что эта власть сдаст всех. В этом можно и не сомневаться, если вдруг, скажем так, петух клюнет за одно место. Но председатели, члены участковых комиссий, конечно же, совершая преступления, они не задумываются над последствием, они заинтересованы в получении денег, которые им за вот эти все фальсификации дает нынешняя власть у нас. Опять же, были также прецеденты, когда сами эти люди признавались в том, что деньги-то я на руки уже получила, что делать-то? То есть это финансируется каким-то образом, какое-то материальное какое-то поощрение идет за все эти процедуры, получается, да? Ну, абсолютно точно. То есть нищета населения до такой степени принимает вопиющий характер, что люди готовы идти на преступление ради того, чтобы получить какую-то денежку, ну да, раз в пять лет, но тем не менее, хоть как-то. Это никоим случаем их не оправдывает, потому что, когда с ними начинаешь говорить и говорить о последствиях такого рода деяний, то есть у них случаются сердечные приступы, скорой помощи приезжают на избирательные участки, им валерьянку дают, значит, чтобы они как-то пришли в себя. Ну, я хочу сказать, вы сначала думайте, а потом уже как-то принимайте какое-то решение. И очень жалко, что в этом процессе во всем участвуют, конечно же, учителя, которые должны заниматься воспитанием человека, а не вот этими всеми фальсификациями и махинациями. Еще один момент, который был в Крыму и Севастополе. У нас главы администрации, их заместители, местные депутаты вдруг записались в волонтерские организации. Что дают эти волонтерские организации? Волонтерские организации позволяют людям присутствовать на избирательных участках. Это интересно. Это очень интересно, да. То есть на избирательных участках присутствовали главы администрации, еще раз повторю, заместители их. Эти люди, безусловно, оказывали давление как на членов комиссий, которые там находились, так и на людей, которые приходили на избирательные участки для того, чтобы оставить свой голос за ту или иную партию. И, безусловно, так как все-таки города маленькие, села маленькие, все друг дружку знают, ну, стоит глава администрации, идет какой-нибудь Иван Иванович, и тот ему типа давай, Иван Иванович, голосуй как нужно. А как нужно, мы понимаем как. То есть это, конечно же, давление, это, конечно же, проявление административного ресурса, потому что эти волонтеры, родом из администрации, никакими волонтерскими функциями, по сути дела, абсолютно не занимались, просто они присутствовали на избирательных участках. Наших наблюдателей, как обычно, отстраняли от контроля над голосованием, особенно тех, которые хотели выезжать на надобное голосование. Вот тут сразу же огромное количество фактов вскрывалось, что не так-то направление у нашего наблюдателя оформлено, и удостоверение не по тому-то образцу сделали, и всеми правдами и неправдами его удаляли с избирательного участка. Маргарита Геннадьевна, у нас вот буквально недалеко вчера Элла Александровна Панфилова на заседании ЦИК сказала следующее, что если вы, члены участковых избирательных комиссий, находите нарушения, то строго вам рекомендую эти результаты аннулировать. На ваш взгляд, зачем это было сказано все? Продемонстрировать как гражданам Российской Федерации, так и всему миру демократичный и прозрачный процесс этих выборов. Но мы же знаем, что сколько там партия власти, 20 лет нам обещает, а на деле происходит немножко все по-другому, то есть с точностью да наоборот. Ну и тут было заявлено на широкую публику, дабы люди не волновались, что нет, мы на самом деле на стороне народа, и если вдруг какое-то недоразумение произойдет, то все результаты будут аннулированы. Конечно, это чистейшей воды вранье, уж на участках Симферополя и в целом Крыма и Севастополя было столько нарушений, наши наблюдатели писали такое огромное количество жалоб, но вот и ныне там. Нам действительно удалось отстоять пока что один УИК, 288-й, это как раз женщина, которая с двумя урнами, председатель УИК два дня расхаживала где-то по городу, и мы ее ловили, и у нее не оказалось ни реестра с людьми на дому, никаких подтверждающих документов, там да, но там была чудовищная ситуация, конечно, результат ликвидировали. Но дело в том, что нарушения-то происходили на каждых участках. То есть отменять нужно вообще полностью все выборы? Абсолютно, вообще полностью все выборы, потому что еще раз говорю, что 30-40% надомников, ну это чушь собачья, и невозможно за одну минуту-две секунды потратить на весь процесс волеизъявления человека. Наши наблюдатели наиболее опытные говорили о том, что нормально этот процесс занимает 20-30 минут на одного человека. Вы наверняка знаете ситуацию, даже это все в форме диаграмм таких вот картинок, в интернете представлена была ситуация по Москве. И конечный результат таков, что ни один кандидат альтернативной партии власти не проходит, ни один. Почему, на ваш взгляд, было принято такое решение властей? Ну а как по-другому обеспечить конституционное большинство в парламенте? Мы же понимаем, что по партийным спискам Единая Россия в любом случае проиграла. А, соответственно, за счет одномандатников ей нужно было добрать результат до конституционного большинства. В итоге у нее получилось сейчас 198 одномандатника. Но мы же понимаем, что такое одномандатник. Одномандатники зачастую очень богатые люди, которые тратят на свои избирательные компании огромное количество денег. Я вам приведу пример Саратовской области, где на одном из округов был у нас всем известный Николай Бондаренко. А его противник был, ну что называется, человек no name. Его вообще никто не знал. Так и сейчас не знают. И его никто не знает. Но он чудесным образом победил. То же самое Денис Парфенов, то же самое Валерий Рашкин. Все то же самое. То есть здесь чистой воды произвол. Власть смотрит, как голосуют люди. То есть, ну вот еще раз пример Дениса Парфенова. У него на избирательных участках он побеждал. У него были плюс... Отрыв от единоросса был 2500 голосов. И когда они это посмотрели, они вдруг ему насыпали еще плюс 30. Вот что такое электронное голосование. Власть придумывает на каждую избирательную кампанию все новые и новые способы противодействия Компартии, растущему влиянию Компартии левых идей. Соответственно, в этих выборах мы сталкиваемся как с трехдневным голосованием. Такого еще на федеральных уровнях абсолютно не было. Три дня мы голосовали. И, конечно же, вот это опробирование дистанционного голосования, которое очень на руку этой партии власти. Можно даже уже каруселями не заниматься. Я думаю, что в следующую избирательную кампанию они даже могут запросто отменять надомников и еще какие-то вещи, и просто насыпать электронные голоса и обеспечивать себе победу. Так будет, если народ не проснется. Так будет, если народ не убьет в себе раба. Потому что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборах. Хотела бы обратиться к нашим избирателям и сказать им огромное спасибо за то, что они не остались безучастными к судьбе страны. Встали с диванов и пришли на избирательные участки и проголосовали по совести. Потому что что такое голосование по совести? Или что такое умное голосование? Это голосование за КПРФ. И мы должны обязательно сплачиваться и объединяться для того, чтобы мы жили в совершенно другой стране, где власть бы заботилась о человеке труда, а не кошельках олигархов.